Уважаемые коллеги, мы должны попрощаться. Наша шестая конференция и вторая в Москве подходят к концу. Лично от себя я, как один из организаторов, очень хочу поблагодарить всех за то, что все пришли, собрались. Была очень, на мой взгляд, содержательная конференция, которая прошла очень конструктивно. Будем надеяться, что какие-то результаты этой конференции, что наша конференция даст какие-то результаты и в Википедии, и в движении Википедии. А теперь, пожалуйста, все, кто желает напоследок высказаться, а, пожалуйста, выступление не больше трех минут. Кто хочет что-нибудь сказать? После пяти минут. Может, все-таки я тут кому-то покажу себя слишком занудным? Ну, это по поводу вчерашнего возникшего такого бурного обсуждения одного участника по тему вот этого чрезмерно удализма и административного произвола. Все-таки я хочу сказать то, что я не сказал, что анонимные правки все-таки полезны и нужны. Это я все-таки вынес это убеждение из своего опыта. Да, вот в таких вот проблемных статьях, в статьях о известных личностях, они действительно, которые уже в общем-то написаны, они скорее будут вредны. Но вот в статьях, которые правятся редко, ну, правил куботов мы как бы не включаем, они скорее полезны. Вот, например, как-нибудь статья о каком-нибудь совсем небольшом городке. Там, например, мэр поменялся, а кто знает об этом изменении вне этого самого городка? Ну вот берет вот какой-то житель и просто вносит правку. Если эти правки запретить, естественно, будет в Википедии устаревшая информация. Опять же, правки орфографии, пунктуации тоже я вот в статьях, вот опять же, о религиозной тематике, вот я ими занимаюсь в последнее время, тоже это я встречал неоднократно. Добавление каких-то, опять же, данных, например, отчества какого-то деятеля. Это тоже бывает, что вот в открытых источниках я этого не нахожу. Так что все-таки анонимные правки нужны, потому что вот какой-то человек захочет там что-то однажды исправить, наверное, и не очень целесообразно для этого создавать учетную запись, только лишняя трата времени. Ну, теперь, может быть, более еще другое слово про удализм. Ну, это тут вообще тема, которую поэтому надо много дискутировать. Но у меня тут такое мое личное мнение. Потому что чем дальше развивается проект, тем вообще более, чем больше становится статей вообще, и хороших, и плохих, всяких, тем острее, наверное, будет вставать тема, ну, а что с этими плохими статьями делать. Их в конечном итоге, в конечном итоге, это да, незамечательная идея, что вот каждая статья со временем вырастет в хорошую. Но все-таки опыт показывает, что это не произойдет. Наверное, когда-то, рано или поздно, придется, ну, какие-то там вводить чистки и эти статьи удалять. Когда-то. Ну, наверное, сейчас такое время не пришло, когда, в общем-то, практически обо всем будет написано. И вот тогда уже надо будет чистить Википедию. Ну, в общем-то, ну, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Так. Совершу. Я попал в городах. Я хочу председиниться славам славы о том, что за мной эта конференция прошла очень интересно, очень полно, очень насыщенно. Хочу поделиться таким своим впечатлением, что второй день был гораздо более, каким-то более спокойным, более энергичным, то есть более позитивным. То есть если брать по количеству энергии, да, то и первый, и второй день какого-то были одинаковые, да? Вот, если первый день было какое-то вот, ну, какое-то бурление энергии, да, то второй день, при той же энергетической освещенности, как-то более спокойно, структивно, наступательно. Вот это есть ощущение. Вот, второе, очень благодарен за круглый сход по малым разделам, и у меня высветились какие-то вот совершенно новые грани, то есть я увидел просто, ну, по-другому, да, то есть что-то не просто вот что-то такое маленькое, а вот это действительно какая-то очень большая ценность, которая даже не только для раздела, а для всего мира может быть нужным и полезным. Так, вот. И, наверное, может быть, а, и, наверное, вот чуть-чуть, сразу же вчерашнего дня, что маленький такой разборка, да, докладчик упустил несколько неаккуратных фраз, это была как бы первая точка выбора, да, то есть можно было сделать более аккуратно, можно было сделать более жестко, да, он упустил ошибку, вот, и это то, на что он может обратить внимание, да, вот, а затем был второй шаг, то есть другие участники могли постараться скомпенсировать эту ошибку и перейти разговор в конструктивную русскую, где диалог пошел бы одним образом, вот, а у нас получилось чуть другое, что мы эту ошибку набросились и ее усилили, и в результате это получилось вообще что-то очень непонятное, вот, и то есть вот про то, что на каждом шаге ошибку, даже если она совершена, можно ее усилить и пойдет в деструктив, а можно остановиться и постараться перейти в конструктив, и когда это будет более вот, ну, наверное, все, спасибо Спасибо. Дорогие друзья, я в начале выступления говорила, что я первый раз на участие в конкуренции, поэтому, безусловно, я взгляд еще не забылся, поэтому, во-первых, хотел бы поблагодарить все участников, на мой взгляд, даже не в том, что какого были доклады, а в том, что получилось общение. Это, во-вторых, часто, это гораздо более важное ответственность, значит, мы давно все проводили, паскайли, еще таким образом, все-таки, всегда это все вместе. Это очень здорово. Я хотел вам огромное спасибо сказать отдельно, которые готовы выступления, поскольку выступать публично, это всегда большой труд и большая ответственность. Не всегда не можно взять силу, найти, у себя силу, свалить туда ответственность. Ну, чтобы сегодня было все-таки благостно, мы должны делать определенные уроки из всего, что мы делаем, я бы хотел отдельно сказать про круглые столы. Так получилось, может быть, что их были и Гори и Вячеславы, что мне пришлось руководить не по своей боли сразу другими столами. Так вот, мы в кулуарах, Гаврика потом немножко анализируем это дело. Все-таки, глухой стол, это никогда все имеет возможность что-то сказать о чем-то, да, не просто что-то так хочется. Я на вас посмотрю, это была ваша фраза, дело в том, что всем надо дать возможность выступить, да. Это все-таки чисто формально вообще. Кружность того должна готовиться. Должна готовиться заранее. Я хотел бы предложить, что когда будет подготовка к седьмой веке конференции, пройдет еще время быстро, и мы начнем говорить к ней, что в седьмом веке нужно отдельно проговаривать, отдельно включимый докладчик, и, возможно, даже откладывать свои материалы. Спасибо.